Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События» в студии Александр Козырев. Традиционная рубрика «Обзор». В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание отдельных категорий, обучающихся в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров номер 504 от 31 июля 2019 года, которое официально опубликовано на национальном правовом интернет-портале, сообщает Белта. В частности, на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детских садах, учебно-педагогических комплексах, денежные нормы расходов выросли на 10%. Также в среднем на 10% они увеличены для школьников, гимназистов, лицеистов и некоторых других категорий учащихся. Летом предпочитаю отдыхать где-нибудь на свежем воздухе, подальше от города. В основном на даче. Сегодня вот выбрались с внучкой в парк Горького идем. Я предпочитаю в санатории. На даче люблю отдыхать. Сейчас это лето, я хочу Беларусь провести. Я живу в Нью-Йорке, там природа тоже красивая, но все равно тянет сюда. Наша страна все-таки, родина. Здесь комфортно, удобно. Мы вообще-то живем в Англии, приехали отдыхать сюда летом. Земля, грядки там, свежий воздух, в лес выбираемся. У вас здесь каждый клочок земли зеленый. Я просто восхищаюсь, честное слово. Я в восторге от вашего города. Нам понравилось, что сейчас не надо получать визу и намного проще покупать билеты и приезжать сюда в отпуск. Мы сюда еще вернемся обязательно и будем рекомендовать своим друзьям. Я люблю Беларусь, у меня это родина с большой буквой. На Сморгонщине продолжается уборка хлеба. По данным на 6 августа в районе сжато 60% зерновых и зернобобовых, что составляет 10 482 гектара. Намолочено более 34 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по району 32,6 центнера с гектара. У каждого комбайнера, водителя и оператора зерносушильного комплекса на счету свои достижения. По доброй традиции в районе не забывают честовать лучших тружеников уборочной страды. На прошлой неделе передовиков жатвы приехал лично поздравить председатель Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев. Он отметил, что в этом году темпы уборочной выше прошлогодних. Хлеборобам удалось повысить урожайность до 36 центнеров с гектара. В то время как в прошлом году она не достигала и 30. В лидерах по урожайности в этом году – Гродничина. Каждый гектар в среднем дает 38,4 центнера. Гродничная область – это наш лидер сегодня и по урожайности, и по намолотам, и по темпам уборки. Значит, ну, понятно, культура полей, конечно, и технология соответствующая, потому есть результаты и приятно с людьми встречаться. Мне вот как профсоюзному лидеру, конечно, понимаю, что это будет и зарплата, это будет и достаток, и настроение людей. По словам Николая Лабушева, успех гродницев на сельскохозяйственной Ниве в трудолюбивых руках и добросовестном отношении. Земля не прощает ошибок и щедро награждает забережное отношение к ней. Земля не любит ни ошибок и ни внимания. Отношение к земле есть от человека, тогда будут результаты. У Гродницы оно испоконное. Спасибо труженикам Гроднича, что сдают темп для всей республики. Я же не скрываю, что мы равняемся на этих тружениках, на ту самостоятельность в работе, на ту самую любовь к технологии и ту требующую выполнительной дисциплины. И внимания к людям. Мне приятно, я же практически всех руководителей знаю, хозяйств, районов, Гродничных. Все они в основном в основе своей внимательно с любовью относятся к человеку труда. Это приятно, потому есть результат. Николай Лабушев отмечает, что каждый человек на своем рабочем месте всегда должен чувствовать внимание и заботу. Всем этим труженики села Сморгонщины не обделены. И в этом огромная заслуга председателя райкома профсоюза работников АПК Виталия Ивашки. Наш сморгонский профсоюз, наш профсоюзный лидер, профсоюз АПК – это один из лидеров у нас в республике. Первый сам, когда я пришел до самосторонного хозяйства, то я приезжал сюда перенять многие элементы опыта в Сморгоне. Пускай не даст соврать, я несколько раз здесь был. Он лучший человек, он с вдохновением, стремлением. И у него любовь к людям, у него все эти труженики, как родные дети. На Сморгонщине Николай Лабышев побывал сразу в нескольких хозяйствах. За достижение тысячного рубежа по намолоту зерна были награждены труженики Ксуп-Синьки. Комбайнеры Виктор Яскевич и Юрий Гусейнов, а также водитель Сергей Горбач. Это у меня уже шестая уборочная по счету. Работаю на машине МАЗ. Отвожу зерно от комбайна. Ну, как бы работа сложноватая, такой период. Но стараемся. Хорошо, что не забывают про нас, про обеды привозят. Постоянно горачи в обед, подвечерки дают. Район не забывают. Приезжают, поздравляют постоянно. Из рук Николая Лабышева все передовики жатвы получили благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также денежные премии. Наш город продолжает преображаться на глазах. Фасады здания наряжаются в красочные убранства. Дороги и тротуары приобретают благоустроенный вид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Не секрет, что в современном мире молодым людям порой бывает трудно ориентироваться, найти себя, свое место, получить работу, соответствовать требованиям работодателя. Участие в студенческом отряде дает эти возможности. О том, чем же занимается студенческий отряд, как в него вступить и какая от этого польза. Наш следующий сюжет. Проводить каникулы с пользой и окунуться в романтику студенческих отрядов каждый год решает не одна сотня молодых людей с Моргонщины. В летнее время ребята трудятся на районных стройках, в оздоровительных лагерях и на полях. А предоставляет им такую возможность Белорусский республиканский союз молодежи. Тут отрядное движение – одно из приоритетных направлений деятельности молодежной общественной организации. Студенческие отряды не просто дают возможность юношам и девушкам заработать свои первые деньги, но и позволяют сориентироваться профессионально, получить первые рабочие навыки. На 1 августа 2019 года у нас отработало 8 отрядов в количестве 91 учащихся. Это были экологические, сервисные, строительные и сельскохозяйственные отряды. На данный момент у нас работают 4 отряда. Это сервисные, на базе Сморгонь-ГАЗ, КХП, ЖЭС и педагогические на базе Орленка. Всего трудится у нас в составе этих 4 отряда 45 человек. Планируется с 5 августа у нас медицинский и сельскохозяйственный отряд. По словам Анастасии, руководителя студотряда, настроение у ребят хорошее. Для многих из них, если не для большинства, это первые самостоятельно заработанные деньги. Молодые люди делами доказывают, сморгонцы работы не боятся. Еще один важный момент – труд на благо и процветание родного города. В наши обязанности входит уборка жилых домов и придворных территорий. Нас 15 человек в студотряде. Со своей стороны я стараюсь сделать, чтобы им было удобно и интересно работать. Я надеюсь, что им все-таки интересно здесь работать. Работа здесь не особо сложная, но работают все хорошо, активно. Все принимают участие, никто не филонит, не прогуливает. Гарантированная занятость, возможность получить трудовые навыки, способ узнать цену деньгам и направить свою энергию в нужное русло – все это дает участие в студотрядовском движении «Делится молодежь». Это хорошая возможность познакомиться с друзьями, поговорить со старыми своими друзьями и помочь благо городу и получить деньги за это. А чтобы ребята быстрее перезнакомились и подружились, для студотрядовцев представители Белорусского республиканского союза молодежи организуют интересные встречи с заслуженными земляками. Проводят мероприятия, в которых затрагивают юбилейные события – 75-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 75 лет образования Гродницкой области. К примеру, прошли уже интеллектуальные викторины и игра на военную тематику «Угадай мелодию». Вчера у нас была викторина, там сначала затронули историю Белоруссии, также были вопросы насчет Гродницкой области, района и нашего города. То есть потом мы проводили игру «Крокодил», то есть скучать нам здесь не дают. Я уже третий раз работаю, зову подружек, уже тут двух привела, так что веселее, новое знакомство, конечно, и дома скучно утром, днем, поэтому вот, работаем. То, что ты приносишь пользу своему городу и своему району, это тоже, наверное, значимо? Да, даже вот идешь и гордость берет. В следующий раз, когда ты будешь идти и задумаешься выбрасывать ли бумажку? Да, теперь несу бумажку, да, мусорки. Положительные эмоции, смена обстановки, новые друзья, бесценный опыт и хороший заработок. Плюсы, которые выделяют молодые сморгонцы в трудовом семестре. Возможность записаться в студотрядовцы еще есть. «Всем, кто хочет стать участником в составе студенческих отрядов, мы приглашаем обратиться в Сморгонский районный комитет общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи по адресу гагарина 9 или позвонить по телефону 3-76-97, подойти, записаться и заполнить анкету». О недостатках состояния детских площадок сморгонцы могут сообщить прокуратуру. Работники этого ведомства проводят мониторинг состояния детского игрового оборудования и прилегающих к нему территорий. Как отметили в прокуратуре, активное участие граждан в целом свидетельствует о небезразличии населения к проблемам своих дворов. Мы будем разговаривать по поводу нарушений, которые установлены в ходе проверок детских игровых площадок, которые находятся на обслуживании Сморгонского руб ЖКХ. В прокуратуре Сморгонского района ежегодно проводится проверка соблюдения законодательства, направленного на предупреждение случаев детского травматизма, в частности за состоянием детских игровых сооружений, которые находятся на обслуживании Сморгонского руб ЖКХ. Основными нормативно-правыми актами в данной сфере является Закон Республики Беларусь о правах ребенка и Закон Республики Беларусь о санитарно-эпидемическом благополучии населения. Прокуратурой района выявлен ряд нарушений требований данного законодательства, факты ненадлежащего контроля со стороны сотрудников Сморгонского рубжа ГХА за состоянием территории и состоянием детских игровых сооружений. Так, во дворе дома номер 3 по улице Юбилейной размещены качели-балансир, на сидениях которых выступают загнутые ржавые гвозди. Во дворе дома номер 5 по улице Юбилейной около скамеек лежат большие камни, которые представляют угрозу и способствуют детскому травматизму. В этом же дворе дома номер 5 по улице Юбилейной установлены турники и рамы для лазания, искривлены и наклонены, а также не окрашены и находятся в ржавом состоянии. Во дворе дома номер 1 по улице Дерюга находится игровой комплекс с полосой препятствий, представляющий собой деревянный брус, который частично сгонил и осыпался, из краев которого выступают деревянные занозы. Аналогичное нарушение установлено в этом же дворе на сидениях качелей-балансир. Во дворе дома номер 3 по улице Дерюга и во дворе дома номер 5 по улице Юбилейная качели и рама для лазания имеют неприглядный вид, находятся в ржавом, неокрашенном состоянии. Во дворе дома номер 120 по улице Якуба Колоса и во дворе дома номер 42 по улице Ленина на детских площадках имеются деревянные лавки, на которых отсутствуют доски-перекладины. В городском парке города Сморгонии на детской площадке установлена пластиковая горка. Полотно, предназначенное для ската, изношено, а также в нем имеются дыры. В этом же парке в основании поручня карусели отсутствует часть болтов, а имеющиеся болты находятся в раскрученном состоянии. Также на детской площадке в городском парке установлены железные горки, бетонный фундамент которых находится на поверхности земли. У подножия горок установлено наличие ям. В некоторых из них выступают корни деревьев, что может способствовать детскому травматизму. Поскольку нарушения данного законодательства обнаруживаются ежегодно, то прокуратурой Сморгонского района также ежегодно проводится проверка и вносится представление в Сморгонскую рубль ЖКХ об устранении нарушений данного законодательства, причин и условий их способствующих. Поскольку данные нарушения свидетельствуют о том, что со стороны сотрудников не ведется должный контроль за состоянием детских игровых сооружений. Также данные нарушения могут способствовать детскому травматизму. Поэтому просим всех граждан, проживающих в нашем городе, в случае обнаружения таких нарушений, обращаться в Сморгонскую рубль ЖКХ, в милицию или в прокуратуру района. ВИЧ 40% случаев приходится на половой путь. Все возрастные группы подвержены заболеванию. Касается каждого. ВИЧ-положительный человек внешне ничем не отличается от остальных людей. Определить наличие ВИЧ-инфекции по внешним признакам невозможно. Кому необходимо сдать тест? Если ты хотя бы раз вступал в половой контакт без презерватива или употреблял инъекционные наркотики, зачем сдавать тест? Тест на ВИЧ – это единственный достоверный способ узнать, есть ли вирус в крови или нет. ВИЧ протекает бессимптомно. Ты можешь не знать, что он у тебя есть. А пока ты не знаешь, ты рискуешь заразить своего партнера. Если ВИЧ обнаружили, ты сможешь начать своевременный прием препаратов. Лечение – бесплатно. Тест нужно сдать обязательно при планировании беременности. Раннее выявление ВИЧ позволяет предпринять меры для защиты будущего ребенка от заражения. Также тест просто необходим для пар, которые решили отказаться от использования презерватива. Важно помнить, постоянные отношения и брак защищают от ВИЧ только если оба партнера прошли тест и хранят верность друг другу постоянно. Сдай тест на ВИЧ. Сведи риск к нулю. Субтитры создавал DimaTorzok После жаркого июня в Беларусь пришла рекордно холодная погода. В ночные часы температура воздуха была гораздо ниже климатической нормы. В настоящее время северные ветра сменяются на западные, и на территорию Сморгонского района поступает более теплый и более влажный воздух Западной Европы. В среду территория Сморгонского района окажется под влиянием фронтального раздела с Польши. Наибольшие части территории района пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит плюс 15, плюс 17. Днем плюс 19, плюс 21. Ветер юго-западный слабый. В четверг ожидается активный молодой циклон. Погода не порадует. Ночью обойдется без осадков. Днем ожидается увеличение облачности, дожди. Ночью столбики термометров покажут плюс 12, плюс 14. Днем до 17 градусов тепла. Ветер восточный, возможно, штормовые порывы. В пятницу ожидается рост атмосферного давления. Ночью обойдется без осадков. Днем местами возможны кратковременные дожди. Ночью ожидается не больше плюс 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22. Ветер умеренный. Это все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами. Будьте в курсе актуальных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова